Здравствуйте. Сегодняшнее видео будет экспериментальное из ряда тех, которые вы включаете, сворачиваете и фоном слушаете и занимаетесь своими делами. Вообще это перезапуск нашего с бананом шоу, с позволения сказать, которое мы снимали еще в пятнадцатом году. Эх, как же давно это было. Примерно килограмм восемьдесят назад. Согласно актуальной статистике ютуба, люди ютуб все чаще слушают. Именно поэтому я представляю подкаст на тему игр, технологии. Сегодня я позвал немалое количество, ну, по меркам своего канала. У меня будет самая огромная коллаборация за все время. Дрю, Банан, Игорь, Стас. Четыре, четыре гостя. Если вам этот формат понравится, то поставьте ему лайк. Это единственное, что мне надо для того, чтобы понимать, что это надо делать дальше. Естественно, я следующий выпуск сделаю лучше. Ласковые комментарии пишите и будет вторая часть. Ну а сейчас пару слов о спонсоре видео. Приходит мне недавно сообщение от Тинькофф банка, мол, тысячу рублей держи. Шо? Знаете, одно дело, когда ты это рекламируешь, перечисляешь через запятую все эти кэшбэки, а другое дело, когда оно тебе реально саму приходит, и ты такой, вау, тысячу рублей. Здесь в магазине это можно среднюю корзину продуктов набрать. Неплохо. Тинькофф перевыпустили карту Киберпанк с уникальным дизайном. Смотрите, какие сочные. Можно выбрать три уникальных дизайна. Главное поспешить, потому что они лимитированы. Это не преувеличение, что владельцы этих карт получают кэшбэк буквально за каждый шаг. Любая покупка по карте 1% кэшбэка. Держишь деньги на балансе до 5% годовых на счет. До 15% кэшбэк на выбранные категории трат. До 20% кэшбэк при покупке билетов в кино, на концерты или театры через приложение Тинькофф. И бесплатные переводы с карты на карту. Но самое сочное предложение эксклюзивно по моей ссылке в описании. Перейдя по ней, ты получаешь 20% кэшбэк на игры. В PSN, Xbox, Steam Origin и так далее. И это не все. 15% кэшбэк на Яндекс еду и Delivery Club. И 10% на покупки в Google Play, App Store и Spotify. Сам пользуюсь и другим рекомендую. Торопись. Когда ты, я могу себе это позволить сказать, профессиональный стример, ты привык постоянно говорить. Когда ты молчишь на протяжении 10 секунд, тебе кажется, что что-то идет неправильно. И ты на подсознательном уровне начинаешь говорить и тебе все равно, что кто-то говорит уже. Компания Sony отчиталась за очередной финансовый год. Консоли PS5 было продано 7,8 миллионов штук. Мне интересно, какая была бы реальная цифра продаж, если бы не дефицит. Потому что, несмотря на то, что консоль вышла в ноябре прошлого года, сейчас идет уже пятый месяц следующего, а ее все еще нельзя нормально купить. Sony не справляется со спросом. И знаете, это не тот случай, когда спрос настолько невероятный, что не успевают эти консоли делать. Нет, скорее наоборот. Просто очень мало предложения. И мы об этом поговорим, почему сегодня в мире такое маленькое предложение всего. Не самое простое для Sony сегодня время, потому что клиенты словно песок сквозь пальцы уходят к твоим конкурентам. Потому что люди приходят в магазины, а PlayStation нет. А NextGen хочется. И они покупают Xbox. И таких людей очень много. И проблема вторая. Что если раньше с прошлым поколением консоли люди покупали Xbox, и они все равно рано или поздно возвращались на PlayStation, то сейчас они такие, а в нем что-то есть. И как я уже говорил, что когда ты теряешь покупателя, допустим, на свой телефон, это одно. Он может вернуться к тебе через год. А когда ты теряешь покупателя на рынке консолей, ты теряешь потенциального потребителя своих сервисов, своих подписок, игр, всего во что заложена стоимость, на ближайшие лет 5-6-7. А еще есть проблема в том, что люди, которые купят Xbox, он им может так понравиться, что они будут покупать следующие поколения и к вам вовсе не вернутся. Короче, очень неприятная ситуация. В мире, в принципе, сегодня ситуация очень непростая. Из-за дистанционных мер падает производство. Абсолютно всего падает производство. Не только техники, чипов и так далее. Банально игр. В этом году все переносится, в том числе фильмы. Громких релизов в этом году будет очень немного. И, казалось бы, ну блин, сейчас все сидят по домам. Разве не самое время выпускать игры? Проблема в том, что разработчики тоже сидят по домам. Они не могут работать. Людям из СНГ, это кажется странным, в смысле сидят по домам. Во всем цивилизованном мире дистанционная работа. У нас здесь кинотеатры год уже не работают. Офисы год уже не работают. И неизвестно, когда они начнут работать. А когда ты работаешь дома, это не то же самое, когда ты работаешь в офисе. Журналист Джейсон Шрайер, мы про него еще много сегодня будем говорить, сделал большое расследование о том, что происходит на кухне Sony. О том, что Sony в будущем будет делать фокус только на блокбастеры. И другая новость, что Sony передумали создавать Days Gone 2, ну сиквел, из-за плохих оценок на метакритике. Проблема в том, что оценки были неплохие. Оценка была хорошо. Издатели и разработчики реально опираются на оценку на метакритике. Это сайт, который зачастую крайне не объективен. Притом я не совсем понял, на оценку какую? На оценку журналистов? Ту, на которую издатели иногда могут повлиять? Они на нее опираются, что ли? Или на оценку игроков, что более не объективно, потому что игроки в силу какой-то обиженности в состоянии уничтожить любой проект, какой бы хороший он не был. Просто из-за того, что не оправдались ожидания. Что-то не так сказал глава студии, или игра получила эксклюзивность в каком-то из магазинов, и всю оценку топят. Зачем? Зачем на эти оценки опираться? Причина отмены Days Gone, она в том числе и финансовая. Игра, нет, она не провалилась. Она окупилась. Просто она окупилась недостаточно сильно, как того хотели бы Sony. Из-за чего глава студии сказал игрокам, мол, если вы хотите сиквелы, покупайте игры по полной стоимости, не по распродажам. После этого извинились, а еще после этого, хотя я немножко могу путать хронологию, геймеры сделали петицию на 70 тысяч подписей, чтобы Days Gone 2 вышел, он не выйдет, эта студия будет заниматься другим проектом. Какой из этого следует вывод? Это печально, что Metacritic является опорой для принятия каких-то решений. Также печально, что Sony настолько все превращает в бизнес-модель, чтобы не просто окупалась, а окупалась с лихвой. Это первая такая крупная игра этой студии, и кто знает, что было бы в сиквеле. Новая политика Sony не обращает студиям ошибок, не позволяет развернуться к какому-то авантюрному решению. И многое, что касается этого, мы обсудили с Drew. Их не устроили оценки Days Gone, потому что с точки зрения Sony оценка хорошо для первой игры студии, которая до этого делала, условно говоря, мобильный Uncharted, занималась мелкой деятельностью какой-то, связанной с поддержкой других крупных студий, это недостаточно хорошо. Но вообще, на самом деле, если я когда-нибудь сделаю первую AAA, и она получится хотя бы на уровне Days Gone, я сойду с ума от счастья. То есть, это на самом деле... Да, я сейчас уточню, просто студия, которая сделала Days Gone, она была таким обслуживающим персоналом, грубо говоря, для крупных студий. И, то есть, что она делала? Она делала Uncharted для PlayStation Vita. Golden Abyss, или как он назывался? Golden Abyss, да. Abyss, да. Это была неплохая игра для Vita, но, разумеется... Одна из немногих, которая там была, в принципе, такая интересная, жирная. Ну, собственно говоря, это был для них выход на новый уровень. Им дали возможность сделать AAA, и они, с моей точки зрения, сделали все настолько неплохо, насколько можно с первого раза вообще. То есть, ну, бывает, конечно, лучше, но получилось уважаемо, и игра принесла прибыль. Ни у кого нет претензий к тому, насколько хорошо заработала Days Gone. Days Gone была игрой с большим количеством недостатков, но, в принципе, она напрашивалась на сиквел. В итоге, из-за того, что они недополучили баллов на Metacritic, им было предложено сначала сделать, я так понимаю, им было предложено сделать продолжение Uncharted, из-за чего главы студии поначалу очень обиделись. Ну, потому что они рассчитывали получить возможность продолжения сделать для своего IP, а им говорят, не, ребят, будете делать продолжение Uncharted. Они такие, не. Взбунтовались, там, по-моему, глава студии ушел из-за личного конфликта на этой почве какого-то. Но потом, вроде как, Бен получили возможность работать над неким новым проектом, но это не сиквел Days Gone. То есть, в любом случае, это будет новый ААА-проект, им дали что-то свое, но это досталось им путем, буквально, выцарапывания из лапсони. Полгода назад вышел Киберпанк, но он все еще не слезает с заголовков новостей, потому что это последний ААА-проект, который выходил в принципе. Ну и плюс, он настолько грандиозно, масштабно провалился в какой-то степени, что его будут еще очень долго обсуждать. Латают игру патчами, по крайней мере, до сих пор, и до сих пор ее не залатали. Собрал сегодня вас всех здесь, для того, чтобы обсудить тему Киберпанка. Недавно CD Projekt Red опубликовали финансовый отчет. Я хочу, кстати, напомнить, что Киберпанк сейчас идет уже пятый месяц следующего года, ну, 21-го точнее. Это последний ААА-тайтл до сих пор. Недавно они опубликовали финансовый отчет, где говорилось, что заработали они 500 с чем-то миллионов долларов, из них чистого дохода чуть-чуть меньше, но, в принципе, они заработали. Но, тем не менее, разработка игры вместе с рекламной компанией 300 миллионов долларов. Заработали они 500 миллионов долларов, но чистого дохода 300 с чем-то. Поэтому заработали они не то, чтобы очень много. Более того... Слушай, это шероп прилично. Это такое себе... Слушай, на такой убогой, будем говорить, сырой, сырой игре, это просто пустышка в красивой обертке. Я ничего хорошего про эту игру не слышал, кроме того, что она красивая и там персонажи запомнились. Все. Ты понимаешь, сколько она реально могла принести денег, сколько она была нормальной? Да, именно поэтому я считаю, что она провалилась. Но казус-то в том, что, в принципе, если смотреть по, ну, чисто вот не относительно, а по абсолютным показателям, ну, нельзя сказать, что она провалилась. Она до хера заработала. Акции CD Projekt Red упали. И они, кстати, после публикации финансового отчета продолжают падать. Проблема в том, что в эту студию сейчас не так сильно верят. И они решили вернуть доверие аудитории мира и в том числе инвесторов, знаешь, каким поводом они создают мобильного ведьмака. Ну, точнее, игру во вселенной ведьмака на мобильный телефон. Не, с точки зрения инвестиций. Веру инвесторов они этим точно вернут. Это определенно. Я бы сказал, что вера должна... Вот понимаешь, вообще, мы все критикуем, вот там, все эти АА-игры, там, Ассасин какой-то неправильный, там, Ведьмак какой-то... А, нет, в никаком смысле. Мы же критикуем их относительно других АА-игр. Проблема в том, что мы сейчас находимся на вот этом этапе наступления мобильного гейминга. И вместо того, чтобы топить АА-игры, как это делает аудитория, ну, с одной стороны, и мы этим занимаемся. Мы тоже не против, там, попинать какую-то, вот эту, ну, вы понимаете, там, облить ее всевозможной критикой. Но проблема в том, что мобильный гейминг наступает. И мы должны вот просто с пола поднимать все это говно, которое имеет три буква в названии, и их благодарить. Это фрут ниндзя на компьютере будем играть на Плейстейшене. Это не минуемо просто потому, что окупаемость мобильных игр, причем даже не мобильных игр, а схема монетизации этих игр. То есть игры, может, конечно, и будут с крутой графикой. Да, это, конечно, да, но ты еще учитывая КПД, КПД мобильных игр, количество затраченных усилий меньше, чем на ААА, заработок больше. Наступил тот момент, который был достаточно предсказуемым, но количество онлайна в Киберпанке уже стало меньше, чем в Ведьмаке. Это было очень предсказуемо, количество продаж снижается. То есть они опубликовали это финансовый отчет, и казалось бы, ну вот у них доход, почему инвесторы злятся, почему акции падают и так далее. Потому что 90% копий, что они продали, они продали вот в этот сезон, когда люди еще не успели одуматься, что это такое. По предзаказам. Да, поэтому, по сути, там популярность у игры упала страшным образом. Ее не покупают, в нее не играют, и патчи ее не исправляют. Я обо всем этом... Что еще интересно, как мы знаем, игру... То есть у них есть сейчас стратегия вернуть игру в PlayStation Store. Ну, это достойная цель для такой компании, конечно. Вот с такой игрой... Пожелаем им успехов. Да, да, да. Так вот, что интересно, при том, что ее практически сразу убрали из PlayStation Store, продажи на PlayStation 4, ну если сравнить со всеми общими продажами, составили 28%. На Xbox 17%. При том, что с Xbox Store она не убиралась. Понимаешь, я вот сижу, на самом деле, размышляю параллельно всю эту тему. Какая сейчас уже, в принципе, мотивация у крупных компаний делать ААА-проекты, когда у тебя вот просто перед носом какая-нибудь дракония срань очередная, там, про... Рыцарей. Да, про рыцарей, там, вот это все. Мы этому потворствуем всеми способами, рекламируя это говно. И какой смысл? Какой смысл? Вот ты, Electronic, да ты любая вообще компания. Ты можешь вот создать там Cyberpunk очередной, а можешь просто там выделить команду, там, не знаю, 15 человек, там, 20, не знаю, и они тебе создают просто эту драконию. Да, ты выслушаешь огромную просто кучу говна от фанатов. По барабану. Да, электроникарством и так далее, просто не слушать и ждать. Мне вот интересно, а если условно бесплатную драконию вложить больше денег в разработку, будет ли она после этого приносить больше? Потому что мне кажется, что люди донатят не исходя из качества игры, в которой они донатят. А они из-за системы донатят? Да, из-за... просто берешь... Проблема в том, что системы прокачки такие, знаешь, углубленные для того, чтобы вкидывать наибольшее количество денег, чтобы вынуждать игрока либо тратить время, жизнь, играя в эту игру, либо за нее просто платить. Эта система, она потихонечку переходит в какие-то трипола игры. Ассасин. Это страшная игра, она страшная. Это сингловая игра с гигантской прокачкой, с огроменной картой. Ее без денег проходить тупо неинтересно. Ну, не знаю, поспорил все-таки. С деньгами интереснее. Я могу поспорить, потому что я проходил без денег и я проходил с деньгами. Я задонатил в Ассасин Скрит Вальгала или Вальхала. Ну, вы, короче, поняли. Сто с чем-то евро. Вообще другая игра. То есть я реально кайфовать от нее начал. Я вам сейчас могу объяснить, почему Игорь со мной хотел поспорить. Потому что Игорь, женщина, она тоже увлекалась Ассасином. И она увлекалась столько месяцев, что когда я Ассасин уже забыл, закончил все, она его еще проходила. А я сидел и смотрел, и мне реально интересно было. Потому что она без денег не может его пройти быстро, в принципе. Это игра на часов 120-200. Она не хотела туда донатить, а мне было интересно. Я сидел, смотрел, там достаточно интересный квест. Там я помню был квест, где стоял мужик какой-то, считал камни. У него каждый раз получалось разное количество. А потом мы с вами посчитали. Это премия на экзамене по математике. Да. Выпускные сдавал, да. Так. Вот это у меня айпад. Да, он уже успел устареть. Потому что новые айпады уже на М1. Этот у нас все еще на Бионике. Недавнюю презентацию Apple и все, что на ней показали, я обсудил со Стасом. Ай, как просто. На меня она произвела примерно, ну вот, такое среднее впечатление. Что мне действительно понравилось, ну, это, наверное, всех удивит. Вот этот Apple Tag. Это реально та штука, за которой я хотел побежать вот быстрее всего. Почему мне все равно на айпад? У меня все еще есть айпад Pro 2018. Всецело охватывает все мои нужды и делает все, что мне надо и даже больше. То есть, если Apple его не будет программно уничтожать, мне этого айпада еще хватит на кучу-кучу лет. Но, в общем, знаешь, что самое интересное? То есть, то, что я делаю на айпаде, мне, в принципе, айпада Air моего 13-го года полностью бы хватало. Но он в один момент начинает потихоньку-потихоньку выполнять хуже те функции, которые я делал раньше спокойно. И ровно эти же функции я делаю на 18-го года. Айпаде тоже все нормально. Но вот уже потихоньку тоже что-то начинается. Поэтому новый айпад на M1, мы его еще сегодня обязательно обсудим. Ты создал там какой-то огромный фильм документальный. Это лучший обзор в мире, я тебе серьезно говорю. Я позволяю тебе такую вот форму. Там это обоснованно. Три месяца, Леша, я три месяца работал над роликом. Ты обязательно выскажешь коротко свое впечатление по поводу M1, айпада. Кстати, мне казалось это странным, что на айпаде появился M1, когда всегда был байоник. Нет, мне тоже показалось. Но это самый логичный шаг, знаешь почему? Почему? Им теперь не надо отдельно под айпад делать модифицированную версию процессора. Типа не надо разгонять отдельно? У них теперь один процессор на все, они больше процессора зарабатывают и он им из-за этого дешевле. Так они еще при этом меньше денег на разработки тратят, потому что у айпада теперь нет своего отдельного процессора. И айпад становится дешевле в производстве. Это реально хорошая логическая мысль. Ну просто это было странно, я такой, так, айпад M1, ну как бы на M1 перешли как раз те устройства, на которых раньше был Intel, там же байоник стоял. Ну ладно, я теперь понял. По поводу аймака. Вот с точки зрения только у меня дизайна к нему претензия, несмотря на то, что у него экран стал больше, вот эта нижняя рамка, она создает визуальное ощущение, что она сожрала экран, хотя она его не сжирала. Вот твое мнение по поводу аймака. Ну я считаю, что дизайн продуктов Apple все равно надо живьем оценивать, а я живьем его пока не видел. Но слушай, меня больше впечатлило, понимаешь, как пользователь Apple с большим стажем, я уже привык к тому, что в плане дизайна они моментами какую-то убогость сохранили. Эти огромные рамки у аймаков, да, слава богу, что они сейчас хотя бы тоньше стали. Но то, что там снизу, ну я думаю, это может быть инженерно обусловлено, а даже если нет, то все равно очень круто, что они блок питания вывесили наружу, аймак стал безумно тонким. И при этом он стоит дешево, потому что он на M1. И я считаю, что для пользователей здесь только плюс, потому что теперь можно достаточно дешево купить себе Apple компьютер полностью готовый. У него получается снизу в этом блоке там динамики, сабвуферы и так далее, да? Да, а они требуют, ну, места, чтобы находились. Как у тебя может быть? Через экран, что ли? Это уже пьезо звукоизвлечение? Да, но это уже, да, это будущее пьезо, да. Да. Вообще в этом есть преимущество, потому что звук будет направляться на тебя, то есть все вот эти басы и прочее. Но если бы оно было сбоку и не было вот этой нижней рамки, чтобы, понимаешь, я тебе объясню, что бы я хотел, чтобы iMac выглядел как Apple XDR дисплей. Я не знаю, как это реализовать технически, но это можно будет в будущем реализовать каким-то образом. Не знаю, сбоку эти динамики расположить и так далее. Просто вот Apple XDR дисплей, он фантастически крутой. Он безумно красивый. Как всегда, они придумают чуть позже, скажут, it's revolution, Джонни. И это будет реально revolution, потому что, ну, мне iMac, в принципе, бы стал интересен только после этого. Вот если бы вот XDR дисплей стал компьютером. Не, я жду, я жду Mac Pro на M1, я... А мне знаешь, как обидно, вот мне надо было делать подарок, и я хотел подарить MacBook, потому что у человека был MacBook 13 года, ему нравится вся эта система, там есть за что ее любить. Точнее, не 13-го, 15-го года MacBook Pro. И я хотел купить на M1, но они до сих пор не выпустили 16-дюймовые версии на M1. До сих пор. А потому что там уже будет совсем другая она по производительности. Я даже думаю, что не будет 16-дюймовый на M1, будет 16-дюймовый на M1X. На модифицированной версии процессора. Во-первых, смотри, у M1 знаешь, какое ограничение? Два порта Thunderbolt. Ты заметил, что на iMac'е сзади 4 USB-C вот разъема, да? Но Thunderbolt из них только два. Не потому, что им жалко было сделать M1, пока не способен в силу своих архитектурных особенностей, больше двух портов Thunderbolt. Это получается, что Apple тогда выпустит 16-дюймовый, либо с двумя портами Thunderbolt, что, ну, сам понимаешь, не могут они такого сделать, это идиоте будет. Либо с модифицированной версией процессора, который будет еще и разогнан, потому что в Pro и в Air далеко не предел по производительности. Я тебе скажу даже больше. В Air большие проблемы с охлаждением, и если просто взять, снять крышку и наклеить туда термопрокладку, то он по производительности становится как Pro. Недавно тесты, эксперименты провели, это действительно так. Под твоим, кстати, вот ожиданием, когда будет MacBook Pro, ну, я имею в виду в диагонали 16 дюймов плюс-минус. Я думаю, в сентябре. То есть в этом году, да? Да, слушай, с iPhone... Тогда надо сливать вот этот ноутбук, то, что я подарил, вот, и потом подкопить. Нет, 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 все нормально. Просто вопрос-то в том, что есть большие ожидания от iPhone, а они, скорее всего, не будут оправданы, поэтому Apple нужно как-то другими продуктами забить свои... Честно, вот iPhone для меня самое скучное устройство Apple. Вот реально. В последнем году так и есть. А что ты придумаешь, Леша, а что сделать? Ну, мне не хватает в iPhone большей кастомизации интерфейса, очень сильно. Мне не хватает в iPhone большей не синхронизации, а совместимости с разными устройствами. То есть Apple, она укрылась своим одеялом, закрылась в своем домике, и все, только вот Apple и работает. Когда тебе надо вот что-то с чем-то там, с Android как-то что-то совместить, перекинуть какие-то файлы на винду, там, как-то их обработать, перекинуть обратно, свои форматы, то есть у Apple все свое. И просто мне, как человеку, который не пользуется экосистемой Apple, то есть у меня есть небольшие элементы из этой экосистемы, но они вкупе не составляют саму систему. И я вне этой системы чувствую дискомфорт, использую. Конечно же, в гостях у нас будет банан, и мы будем обсуждать Оскар 21. Если вам неинтересна тема кино, я напоминаю, есть тайм-коды. По поводу потерянных рейтингов, вот прямо сейчас скинули картинку, Оскар, количество смотрящих в 2019 году 29 миллионов, в 2020-м 23 миллиона, в 2021-м 10 миллионов, даже меньше. Почему рейтинги Оскара падают? Рейтинги Оскара обваливаются, в принципе, последние многие годы очень сильно, потому что в первую очередь они зависят от хайпа самих фильмов, которые на церемонии. Если в прошлом году там был всего лишь Джокер, 19-17, однажды в Голливуде. Понимаешь, какой хайп? Форд против Феррари. Маленькие женщины, очень хороший фильм. Слушай, реально это хера фильмов вышел. Я все видел из этой подборки. Опять же, 19-й год открываем, что там было? То есть ты считаешь, что более чем в два раза вот этот сниженный рейтинг зрителей, именно из-за того, что просто не было хайповых фильмов, да? Ну, во-первых, сам Оскар с каждым годом все более политизирован, более левацкий, то есть у него все больше и больше проблем и скандалов. Опять же, был год, когда они дали приз Ла-Ла Ленду, потом сказали, извините. Понимаешь, в чем проблема? Оскар, церемония. Они дали фильм Лунному свету, где раскрывается проблема, как бедный чернокожий мальчик, гей, вырос в бедном обществе и вынужден был стать наркокурьером. Ну, это прекрасно. Главная проблема Оскара в том, что он пытается подстелиться, сам понимаешь, под кого, но проблема в том, что после каждого Оскара Твиттер разрывается от несправедливости. Какой Оскар ужасный, какой Оскар слишком... Напишу на экране это слово. И даже после этого Оскара, где ты говорил, что ты через каждые, там, две минуты стучал, там, этими ладошками по одному месту от стыда, они все равно были недовольны. Они всегда будут недовольны. Это ноющие дети, под которых они пытаются подстроиться. Это ноющие дети. Оскар самый цветной за последние годы. И он самый критикуемый и самый малопросматриваемый. Неужели вот нет какой-то корреляции? Может быть и есть. Но в первую очередь, опять же, влияет хайп-фильм. Потому что один из, насколько я помню, один из самых популярных Оскаров, которые смотрели самое большое количество человек, если мне не изменяет память, это Оскар вообще 2010 года. Знаешь почему? Потому что там был в номинациях «Аватар», который видели все. Ну да. Потому что он собрал всего лишь 3 миллиарда долларов в прокате, поэтому... Это больше, чем я на стриме собираю, кстати. Думаю, похожие цифры, но он, конечно, побольше. Поэтому, конечно, хайп фильма важен. Ты учти, что огромное количество фильмов уже сняты, сидят готовые уже на хардах, просто готовые выйти в кинотеатры, просто ждут, когда кинотеатры отдублятся после... Да, да, да. Это, наверное, тоже. Там смотри, уже готова «Черная вдова», уже готова... Или как она там? Короче, марвеловская вот эта вот Наташа Романов уже готова на год перенесли «Бонд», уже готова «Дюна», уже готовы многие фильмы. Это вообще беспрецедентный, на самом деле, случай в индустрии, когда фильмы переносят на большие сроки, и теперь их могут люди спокойно, вообще без каких-то там... Короче, их теперь не подгоняют, и они их могут доделать. Это прекрасно. Я сейчас попробую объяснить, почему мне нравится стратегия Xbox, потому что она, опять же, в отличие от стратегии Sony, она не дает мгновенного результата. Но, как и все хорошие стратегии, она... Ну да, то есть они сейчас купили эту беседку, там пока там это ТС-6, то есть сколько лет, там еще что-то, то есть это по чуть-чуть. Да, опять же, многие игры, которые начала производить Bethesda еще до прихода к ним Microsoft, они разрабатывались по стандартам беседки, а они достаточно занизились в последние годы. Но, но, надо понимать, что с приходом смотрящего органа в виде Microsoft, который будет контролировать уровень качества теперь, есть все шансы на то, что они просто не позволят больше Тоду Говарду расслабляться и выпускать условные Fallout 76. То есть в этом они совершенно не заинтересованы. Какова стратегия Xbox? Все очень просто. Они будут упирать на сервис и на экосистему. Опять же, я про это уже говорил в одном из своих видео, про стратегию, про то, что консольная война закончена, потому что для Xbox сама консоль больше не является самоцелью. Xbox интересно... То есть по барабану, где ты купишь этот Game Pass, там на винде, на Xbox, где еще Game Pass может появиться? Он на телефонах есть. Да, это пока что самое близкое к тому, что можно назвать Netflix от мира видеоигр. Есть парадокс, связанный с тем, что продажи игр, которые попадают в Xbox, Game Pass и другие подписочные сервисы популярные, растут. Да. Да, потому что люди покупают подписку, могут опробовать много игр, и потом, если игра им понравится, они такие, а я хочу ей владеть. И покупают ее в полноценное пользование. Особенно, если игра недорогая. То есть играм, например, типа Grounded, которые сделали Obsidian, это очень помогло. Они сказали то, что, вот, казалось бы, можно поиграть в нашу игру в составе Game Pass, а нет. Люди пробуют ее в рамках Game Pass, а потом покупают себе... Я понимаю, это логично вот с мультиплеерными проектами, но с сингловыми? Зачем с сингловой покупать, если ты в Game Pass можешь поиграть? Это странная логика. Все игры Microsoft будут выходить в Game Pass Ultimate, насколько я понимаю, в день выхода. Это весомое преимущество перед конкурентом. В PlayStation Now тоже немало игр, там широкая библиотека. Но в PlayStation Now, во-первых, PlayStation Now гораздо менее доступна. В России, например, ее нет. На Game Pass надо будет отвечать, потому что это очень привлекательное предложение для более казуальных геймеров. Ну, то есть, мы сейчас в рамках этого разговора называем хардкорными геймерами тех, которые интересуются индустрией, изучают тайны. Да, ты понимаешь, я изначально критиковал Game Pass именно потому, что, ну, в твоей интерпретации сейчас я хардкорный геймер. Потому что мне нужен новый эксклюзив какой-нибудь, сию минуту, сейчас, или какой-нибудь блокбастер, или какая-нибудь игра, которая выходит, я хочу прямо сейчас. А потом я прозрел, когда узнал, что, оказывается, людям не нужны суперактуальные игры в данный момент, в данную секунду. И это очень сильно все меняет. Ну, серьезно, людям просто надо там поиграть. И таких людей большинство. Они вот заходят, и у них библиотека, там, сотня с чем-то игр. И им по барабану эта игра 19-го года, 20-го. Там интересное описание, красивая картинка в меню. Все, они купили, играют. Им все равно. Да, игры EA тоже будут появляться в Xbox Game Pass. То есть, по мере расширения библиотеки, это становится все более и более привлекательной сделкой. То есть, с каждой новой игрой, с каждой приобретенной студией. Опять же, я не говорю, что вот прям вот завтра Microsoft преодолеют Sony и покажут, как надо. Но эта стратегия, она вот... Эта стратегия Мистера Икс из Resident Evil. Он очень медленно идет. Да, я понял. Но каждый шаг правильный, и поэтому он ведет в верном направлении. То есть, вот мне нечего сказать, что вот типа что-то спорное делают. Нет, они все делают правильно. Это не может не привести к позитивным результатам. То есть, в этом плане их стратегия совершенно безупречна. И это прекрасно, то, что они делают, потому что это все пойдет на пользу фанатам, конкуренция. Мы уже сейчас от Sony видим шевеление. Особенно мне нравится, как Sony, ну, первые попытки делает, когда договаривается с Capcom о том, чтобы игры... То есть, как Sony решила ответить на Game Pass? То есть, шаг один. Платить, чтобы игры в Game Pass не выходили. Ну, точнее, выходили с задержкой. Это очень классный шаг, но я не думаю, что он в долгосрочной перспективе. Ты представляешь, сколько денег надо будет платить всем абсолютно? Но они уже принимают какие-то решения. Поспешные такие, знаешь, такие неосторожные. Слегка глупые, наивные. Это показывает, что волнуются. Стратегия Xbox, новая, видится мне практически безупречной в долгосрочной перспективе. То есть, она настолько диверсифицирована, она настолько продумана, что вот я смотрю на это и понимаю, что да, они не выглядят сейчас как что-то, что вот возьмет и раз, и одним махом победит Sony. Но она настолько ползучая, она постепенная, она неотвратимая, можно сказать. Я бы на самом деле хотел, чтобы Sony быстренько очнулись и поняли, что им надо быть настолько же неотвратимыми, как Microsoft. И они начали бы ползти друг на друга так же медленно, занимая все сегменты рынка. Вот это было бы прямое столкновение конкурентов по всем фронтам, и по эксклюзивам, и по сервисам, и по уровню железа в консолях. Это дало максимальный профит всем сторонам, включая игроков. А сейчас, если Sony уйдут в блокбастеры, Microsoft такие, окей, то есть вы оставляете нам все остальные поля? Хорошо. Это будет не совсем прямое противостояние. И возможно, это тоже не очень хорошо скажется на качестве противостояния. Но тем не менее, вот смотри, для людей, которые все еще не приобрели консоли нового поколения, согласись, в данный момент им стратегия Sony выглядит весьма привлекательной. То есть они понимают, что на платформу выйдет еще больше эксклюзивов, чем вышло на PlayStation 4. Да, возможно. И это звучит крайне привлекательно. Это правда. Зависит от того, кто это слышит. То есть некоторым категориям игроков, которые любят именно игры от Sony, это действительно является для них причиной купить именно консоль от Sony. Другое дело, что... Не всем нужны эксклюзивы. Не всем нужны эксклюзивы, во-первых, хотя это замечательные игры по большей части. Ну что, кто-то отрицает, это эксклюзивы. Sony, они отличаются высоким качеством в среднем. Все-таки некоторым людям гораздо важнее от консоли сервиса экосистема. И здесь Xbox потихонечку начинает наступать. Плюс на поле эксклюзивов Xbox тоже потихонечку начинает разминаться. Они купили Bethesda. Энлистед. Недавно я... Ну как недавно? Она уже есть на мобильных или она еще пока... Мне кажется, это случайный порт, который вот с мобильных телефонов перешел, учитывая качество... Она есть уже на мобильных? Нет, пока нет. Потому что выглядит как будто... Ты знаешь, я столкнулся с каким-то коллективным троллингом. Мне люди пишут, что это лучше, чем Battlefield 5, что там... То есть там люди разделились. Я тебе объясню это. Пишут одни, единственные люди вообще, которые... Это вот люди... Есть такая категория людей, реально. Эта игра может только им нравиться. Это люди, которым нравится вот этот сеттинг. Это сеттинг такой России времен Второй мировой. То есть советский такой сеттинг, где там избы стоят. Ну как в Company of Heroes, например. Более-менее динамично, бесплатно, что самое главное. Почему это все приводят как аргумент... Они идиоты. И все, идем дальше. Она не бесплатная. Ну типа да, окей, она бесплатная. Любая бесплатная игра дороже любой платной. Вы же не думаете, что люди будут вам что-то делать... Вот просто из каких-то там добрых... Есть ли игра... Мне кажется, просто школьники верят в коммунизм. Если игра выдается вам бесплатно, это значит, что там будет сделано абсолютно все. Будут созданы все условия. Они уже созданы. Чтобы вы потратили там денег больше, чем на 10 бутлфилдов. Ты изучал систему прокачки в этой игре? Я еще даже не... Она предрасположена для максимального доната. Это система прокачки в этой игре. И мне школьники кричат, там донат пока не решают. Ну конечно не решают. ОБТ... Подождай, там даже на старте возможно не будет. Ты представляешь? Это вопрос времени. Рано или поздно нету никаких вообще сдерживающих факторов для того, чтобы не вводить там анальные донаты. То есть... Хорошо. Вы смотрите на игру глазами фаната. Типа вы думаете, ой, такая классная игра, зачем в нее вводить донат, играть будет не... Смотрите на игру глазами людей, которые владеют крупной компанией. Они бизнесмены. Им вообще насрать, типа, чем-то будет приятно. Если они поймут, это так и есть, что они смогут получить куда больше денег, если они введут анальный донат, им на ваши крики, недовольство и вот это все им будет абсолютно насрать. Конечно, есть какая-то грань, где уж совсем начинается безумный донат, когда люди просто начнут валить из игры. Но, поверьте, вы даже не представляете себе, насколько высоко тут. Как тебе сама игра, там, геймплей, графика в двух словах? Блин... Я понял. Блестяще. Хотел сказать, блестяще. Понимаешь, я бы даже секунды бы про нее не говорил, если бы ее не было везде в интернете. Я ролик сделаю, я не пожалею. Ты понимаешь, я захожу на Twitch, бывает иногда... Причем я сразу говорю, я сделаю ролик, этот ролик будет обслуживаться, ну, там будет сложно меня заподозрить в рекламе. Но, если потом Enlisted придут ко мне и купят у меня интеграцию, я ее обязательно сделаю. Я не понимаю, люди постоянно говорят, ты там хуесосил какое-то говно, а потом в рекламе... Почему до сих пор... Так ты с говна деньги хотя бы выкачил? Это реклама, блин, господи, неужели... Реклама и личное мнение не соприкасаются. Абсолютно. Более того, это достаточно благородно, потому что если ты рекламишь говно, то ты у говна забираешь деньги. Более того, я не вижу никаких причин, почему я ее не должен. Эта игра, она, похвалю я ее, обругаю, в нее все равно будет играть определенная вот эта аудитория любителей. А ты с нее хотя бы денег заработал? Здесь надо уточнить, то, что идет после плашки, это реклама. Ну и после фразы. Да, главное всегда помечать рекламу. А дальше, то есть зрители должны понимать, что все то, что реклама, это не равно личное мнение. Ну, бывает там, конечно, исключение. Вот я рекламирую Тинькофф Банк с его дебетовой картой. Я еще в шоке. Обалденный банк. Игры сам пользуются. Он мне даже рассказывает, как там всякие кэшбэки выводить и так далее. Обналивать. Да, да, да. Короче, я зашел в эту игру и меня словно перенесло в 2009 год. Call of Duty World at War. Лицевые анимации, анимация оружия, звуки стрельбы, физика стрельбы, графика. Я вот почувствовал вкус детства. Знаешь, как в фильме Рататуй, когда он почувствовал на вкус это блюдо, он аж прозрел. Вот я такой, блядь, 2009 год, сейчас мать шнур от компа забирать будет. Я начинаю его прятать по инерции. Да, да, конечно. Ты не представляешь, у меня отец, короче, захерачивал. Он на работе взял железную трубу, сделал в ней отверстие. Трубу загнул с двух сторон и замком заклепывал туда наконечник провода, господи. Я потом сидел и этот провод выкручивал там по-хитрому, снимал головку с этого провода. Это был провод от интернета, причем мелкий. И я потом обратно, типа, обжимал этот кабель для того, чтобы вставить его и поиграть в кофе. И кабель с каждым разом из-за этого становился все короче. Я думал, когда батя заметит, что кабель уже сантиментов на 10 стал короче. Ты не пробовал купить другой кабель? Так как я его куплю? Он идет, типа, из стены там. Это интернет кабель. А, ну ладно, окей. Тот дебил 4G раздал. На тот момент никого 4G, даже 2G не было. И поэтому мы гуляли на улице. Я не гулял на улице. Я играл в синглплеерные игры. Я играл в мафию. Я играл в Тибериум Крайзис 3-й. Я играл в Мостфонт. А я играл во всякие фри-то-плей дрочилини. Поэтому, когда я слышу школьников, которые мне их защищают, я понимаю, что это сектанты, которых мне надо просто выводить из этой всей секты. Потому что я играл в Point Blank. Я играл в Двар. Легенда наследия драконов. Я никогда не играл. Чувак, я играл в эту Парапа. В чем ты в это играл? Если честно, я не знаю. Но я играл в Парапа. Вы знаете, что такое Парапа? Я знаю, что это и поэтому я спрашиваю, что ты мне обзор делал. Я играл в Джаггернаут. И, короче, у меня... А, еще я в игры ВКонтакте играл. То есть я, так сказать, вот этим ртом перепробовал все, что только можно. Все констентенции. И что, тебя тут не рады. Извините. Есть такая тенденция. Когда блогер критикует какую-то ААА-игру, ответная критика, она более-менее взвешенная. Конечно, бывают перегибы, но тем не менее, ты согласишься, что никогда градус критики не бывает настолько... Я тебе уже сказал, потому что... Я понял, почему ты говори. То есть, если ты критикуешь фри-то-плей игру, в комментариях самые кислотные оскорбления, которые только могут быть... Я же тебе говорю, это потому что в условно-бесплатное говно играют только дегенераты. Я это сказал вначале, я тебя повторяю. Вопрос, вопрос. Типа, давайте будем называть вещи своими именами. Как бы я... Это понимаешь, ее можно сравнить условно-бесплатную игру, как ни... Нет, подожди, играть в нее можно, типа, окей. Но спорить, что это что-то... То есть, я понимаю, что у кого-то... Ладно, даже я немного смягчу. Я понимаю, что у некоторых людей недостаточно мощные компы просто, чтобы запускать какие-нибудь там Battlefield или еще что-то. А условно-бесплатное говно, оно изначально заточено так, чтобы оно прямо на калькуляторе запускалось. Но, тем не менее, если у тебя есть нормальный комп, и ты продолжаешь играть в какой-нибудь там point blank, я не знаю. Я играл в него. Ты просто овощ. Я себе донатил на женского персонажа, потому что у нее хитбоксы были меньше, и по ней было сложнее попадать. Молодец, Алексей. Я не знаю, что ты хочешь услышать в ответ на это. AMD начинает шевелиться, потому что Apple с M1 совершили небольшую такую революцию с точки зрения аппаратных, да? То есть, у Apple очень много проблем программных. Например, они переименовали ID некоторых блоков, которые, например, Apple Video Toolbox. Это программа, которая используется для связи той же самой OBS, да, с твоим аппаратным блоком кодирования. То есть, что получается? У тебя он на процессорах Intel назывался, там, допустим, X, а на процессорах ARM он называется Y. И что из-за этого получается? Получается, что OBS кодируется силами процессорами, а не силами отдельного блока, который для кодирования в этом самом кодеке для OBS был создан. То есть, вот просто потому, что Apple изменили название. И таких программных огрехов великое множество. Но это не отменяет того факта, что я в своем обзоре на Apple M1 сравнивал его с лоу-вольтажным у AMD Ryzen процессором 5000-й серии, который при всем при этом еще обладает большим TDP. То есть, при энергопотреблении там 35 ватров... Ты ушел сейчас очень в нишевый. Несмотря на это, кстати, с OBS-ом все понятно было. Apple на одно ядро, одно ядро ARM M1 производительней, чем ядро процессора AMD Ryzen, того, с которым я сравнивал 5000-й серии, при условии, что у Apple при этом TDP почти в два раза меньше. То есть, ему в два раза меньше энергии надо, при том, что производительность у него больше. Ты понимаешь? Ну, это же сумасшествие просто. Да. На твой взгляд, перспективы Intel в будущем, на ближайшие 5 лет? Я думаю, что Intel в ближайшее десятилетие может кануть в лету, но несмотря на то, что они в сегменте для бизнеса все-таки замечательный... У них очень корпоративный сегмент развит, да-да-да. Там тупо серваки держат и так далее. Знаешь, у кого еще был развит корпоративный сегмент? IBM. У BlackBerry еще. Ну, это чуть другое, но все же. У IBM. И IBM не делали ставку на новый зарождающийся рынок, так же, как в 2007 году, когда Стив Джобс пришел к главе Intel и сказал, мы делаем, вот сделайте нам процессор для нашего телефона, а ему сказали, пошел ты. И не стали ничего делать. В итоге Apple ушли к ARM. В итоге это Intel и в конечном итоге погубило. А Intel застопорились в своем развитии. Я вот только что снимал обзор. AMD в разы уже уделал. Да, да. Во всех остальных сферах тоже. Поэтому у Intel остается только бизнес, который... Ну, на Боинге одном далеко не улетишь. Они им уже там 20 лет один и тот же процессор продают старый, да, или 30 даже, Боингу. Но на таких клиентах они, конечно, выживут, и Intel не прекратит свое существование. Я имею в виду, что умрет та Intel, которую мы знаем сейчас. Ну, не, я верю, что может быть камбэк какой-то случится. Но я не думаю, что это возможно сейчас уже. Нет, конечно, ты представляешь, одновременно AMD, и тут еще Apple со своим M1. Да, а мне больше всего за AMD обидно. Но с другой стороны, тут же понимаешь, помнишь вот эту картинку шахматы, но только на троих. Тут такая же история, потому что с одной стороны Apple переходит на ARM, и сразу же Microsoft, Huawei, все заявляют о переходе в своих ноутбуках на ARM, да. Microsoft разрабатывает свой собственный процессор. А с другой стороны, Nvidia вроде как покупает ARM, и в последний момент эту сделку остановили. А учитывая конфликт Apple и Nvidia, они же друг друга ненавидят. Они самые злостные враги. Потому что Apple даже поддержку OpenCL и OpenGL выкинула. Но суть в том, что могло и для Apple плохо закончиться, потому что ARM будет принадлежать Nvidia. И Nvidia сейчас делает свой ARM процессор. Вообще, важно напомнить то, что производство блокбастеров, оно очень сильно выжигает разработчиков. То есть после производства любого блокбастера практически, за редким-редким исключением, из крупных студий многие увольняются. Можно увидеть, что сейчас, например, у Sony Santa Monica проблема с кадрами по их Инстаграму, потому что многие студии сейчас набирают себе разработчиков, причем на серьезные должности. И в индустрии пока еще нет такого большого набора кадров, чтобы полностью удовлетворить нужды этой самой индустрии. Поставлять блокбастеры таким образом, чтобы они всегда гарантированно получали оценку свыше 85 на метакритике, невозможно. И те разработчики, которые работают над блокбастерами, после пяти лет непрерывной работы обычно должны брать паузу. Иначе они дико выгорают, им становится не очень хорошо. То есть нужно после такой работы брать паузу. И после этой паузы некоторые из них уже не хотят возвращаться в индустрию. И для этого нужны новые разработчики, у которых есть свежие идеи. А они берутся как раз... Ну ты понимаешь, что вообще, в принципе, глобально на игровой индустрии оставляется выжженное поле после какого-то каждого блокбастера. То есть потенциально огромное количество разработчиков после того же Киберпанка, они ушли из студии, и какая-то часть из них уже не вернется. То есть из-за вот этих дедлайнов, кранчи и так далее. Или от Last of Us. Ты же помнишь, было расследование к Атаку, там, где рассказывалось, что там сумасшедшая текучка. Это печально на самом деле. Но почему так происходит? Потому что игры приносят... Ну стали слишком сильными такими, знаешь, бизнес-проектами, которые должны выходить в срок, которые должны выходить в сезон определенный. И под это все под дело подгоняется. Там инвестора туда-сюда. То есть, а как от этого избавиться, от вот этих дедлайнов? Я хотел на самом деле про это делать отдельное видео, потому что игры должны выходить в срок, и все время на это упирают инвесторы. Но игры, как вы видите, почти никогда не выходят в срок. А если выходят, то не всегда хорошо. Да. Проблема в том, что игровая индустрия молодая. Особенно если сравнить ее с киноиндустрией, или уж тем более с литературой, музыкой. Она молодая, и здесь нет каких-то выработанных, на 100% отработанных методов производства, которые добавили бы гарантированный результат. Я могу привести пример с FIFA. Вот гарантированный результат. Четко налаженная схема, или там Call of Duty какая-нибудь. Ну, в Call of Duty я должен сказать, что все-таки в отличие от FIFA есть хотя бы какой-то минимальный эфорт. Согласен. Это правда. Ну, спортсимуляторы, мне кажется, они уже прекратили вообще в принципе разрабатывать, потому что буквально каждая новая FIFA, это предыдущая FIFA с минимальными микроизменениями баланса и с новым ростом игроков. И меню другое. Да, но если раньше это было шуткой, то недавно начали разбираться, это уже больше не шутка. То есть это не преувеличение комическое. Это буквально та же самая игра, которую перепродают каждый год. И это работает только за счет низкой информированности игроков, которые в это играют. Как ты аккуратно и вежливо сказал. Низкая информированность игроков. То есть мы обошли там какие-то факторы интеллекта, вкуса, низкая информированность. Это надо запомнить. Ну, если FIFA рассказать, что можно еще... Ну, опять же, отсутствие конкуренции на почве спортивных симуляторов тоже не очень хорошая вещь. Но если возвращаться к теме блокбастеров, то да, как ты правильно заметил, мы часто видим, особенно в последнее время, на новых небольших инди-проектах, на проектах категории B плашечку от разработчиков Ведьмака, например. От бывших разработчиков, условно говоря, трилогии Mass Effect. А это все потому, что люди наработались в крупных студиях в условиях кранчи и дедлайнов. И они такие, так, давайте сделаем что-то авторское для себя, без ограничений, спокойно, потому что мы уже опытные, чтобы нас это не ломало. Мы гордо поднимаем это знамя. Ты вверх ногами-то не надо. Извините, я не хотел оскорбить. Вот. Да, сейчас мы будем обсуждать футбол. Но, ладно, не перематывайте, не перематывайте. Сейчас я вас заинтригую. Короче, представьте, есть Twitch, у которого там ужасные правила, не дает спокойствие стримерам, постоянно извиняются, подчиняются им. Зрители не могут получать прикольные трансляции. Представьте, что все топовые стримеры, которых вообще смотрят больше всего людей, просто говорят, Twitch пошел нахуй, и идут создавать свою стримерскую платформу. Ровно то же самое произошло в сегодняшнем футболе. Правда, оно наебнулось немножечко, потому что Суперлига не произошла. Получается, футбольные команды, все самые топовые, решили выйти из-под эгиды UEFA, а это корпорация, ну да, это корпорация, организация, которая руководит европейским футболом, а это самый популярный футбол, самый просматриваемый, самый дорогой, и самый-самый-самый через запятую. Они хотели из-под него выйти, создать свою лигу. В итоге это, конечно, не получилось, но тем не менее, я могу согласиться с Флорентино Пересом, который сказал, что футбол устарел, его перестает смотреть молодежь. Вот вы, школьники, там, подростки, студенты, вы же не смотрите футбол. Если даже в Доту-2 перестают играть в футбол, причем, а зачем? Киберспорт наступает, никакие вот эти вот беготня с мячом, ну что это? А знаешь почему? В каком году мы живем в России? Проблема в том, которую Флорентино Перес, это чувак из Реал Мадрида, который хотел уничтожить монополию, создав свою собственную, не получилось, не прокатило, он сказал, что молодежи не интересен футбол, потому что футбол скучный, потому что футбол незрелищный, потому что миллиарды этих правил ограничительных, футбол 90 минут длится. У школьников катка в танках длится 15 минут. Сколько в Дотке катка длится? 40 где-то. Ну 40 минут где-то, да? А вы школьников заставляете 90 минут смотреть. Зумеры, у них клиповые. Перерывы, перерывы, да, там еще. Выставление команды, дополнительное время. Да-да, там гимны еще какие-то. Дополнительное время и пенальти. Школьник даже до этого, то есть видео до этой секунды досмотреть не может. У них усидчивость нулевая. Самое смешное, реально, те, кого я назвал дегенератами, они даже не досмотрели до этого. Да, да, да. Поэтому современное новое поколение, оно не смотрит футбол, потому что он скучный, унылый, незрелищный, неинтересный. И он такой именно благодаря УЕФА. Он благодаря УЕФА такой, то есть наше все представление о футболе такое именно из-за УЕФА. Именно поэтому я его прекратил смотреть, потому что он стал скучным. Не только из-за УЕФА, а просто потому что сам по себе футбол, увлечение для бытла. Ну, камон. Какой год сейчас на дворе? 21-й год? Почему кому-то интересно бегать, мячик пенальт? Ну, это что это? Я не знаю, деревенские забавы какие-нибудь. Почему всех, кто руководит европейским футболом, это волнует? Потому что подрастающее поколение скорее будет интересоваться ФИФОЙ и открытием паком там, чем реальным футболом. А в чем проблема? Этот шкильник, который вырастет без футбола, он не будет ходить на матчи, он не будет платить телеканалам за просмотр этих лиг чемпионов и так далее. И то есть футбол поэтапно будет приносить меньше денег. Почему ты так не любишь футбол? Как на фоне этого флага ты можешь ненавидеть футбол? Через год. Ну, типа, это экстремальная ситуация, через год и не раньше. Здесь причина, я объясню людям, не только в майнерах. Даже в меньшей степени в майнерах. На заводах пришлось снизить производительность. В то же время люди начали садиться по домам. Пока люди сидят дома, им нужны компьютеры. Возникает новая волна спроса. Многие люди вообще впервые начинают погружаться в мир интернета. Они узнают, что интернет это внезапно клево и круто. Удвоенная волна спроса. Они такие, почему я раньше этим не пользовался? Где мой компьютер? Где мои медиа возможности? Они начинают хотеть чипы. А производство не может удовлетворить все заказы. Начинает работать на 100%. При этом техпроцессы, их тонкость уменьшается. Особенно у TM7C. Они работают на 7-5 нанометрах. Теперь уже будут работать скоро. Уменьшение техпроцесса приводит к увеличению количества отбраковки. Вдобавок ко всему этому. То есть, производительность заводов поначалу уменьшилась. Спрос резко вырос. Плюс ко всему этому. Из-за того, что производители видеокарт на ранних этапах в сентябре, вот, например, NVIDIA, готовили выработку с учетом того, каков был раньше спрос на видеокарты. Они его экстремально сильно недооценили. И поэтому поначалу появилась первая волна дефицита, связанная с просто недостаточной выработкой видеокарты чипов. А тут еще и крипта. Просто это... Это очень не вовремя. Сначала появились перекупы, которые начали продавать видеокарты за 80 тысяч. Я напомню, были святые времена в сентябре 2020 года, когда RTX 3080 за 80 тысяч считалось... Ну, ребят, ну 80 тысяч должна стоить... Должна стоить меньше 60. Но я не буду это покупать. Это переплата. И это правда была дикой переплата. Да, да, да. У меня кореш в декабре 2020 года ему предлагали 3070 за 700 долларов. То есть я не заплачу такие деньги. Это ненормальные деньги за видеокарту. Ну, в итоге, что мы имеем? Надо было ранее. И понимаешь, в чем проблема? Каждый месяц люди, которые хотели обновить железо, блин, надо было брать в прошлом месяце. Поэтому согласен ли ты, что людям, которым реально срочно нужен компьютер, надо купить комплектующий сейчас? Покупать новую видеокарту сейчас попросту нельзя. Я просто запрещаю людям покупать видеокарту перекупов. Прям вот терпеть. Если прям... Если ваша жизнь и смерть не зависят от покупки новой видеокарты, лучше ждать, потому что ценники в определенный момент начнут падать. И падать быстро. Для этого достаточно нескольких факторов. Ну, то есть... Причем падать они, опять же, так же, как они повышались будут. По нескольким причинам. Сначала, скорее всего, крипта стабилизируется, либо упадет слегка. Но кто-то просто рано или поздно сольет какую-нибудь крипту в больших объемах. Это будет первая причина. Вторая причина. TSMC увеличит объемы производства и выработки чипов. И дефицит, ну, просто естественным путем будет устраняться, потому что, ну, как бы, если есть видеокарты на рынке, перекупы не могут захватить себе все, майнеры не могут захватить себе все. Потихонечку уже нет возможности покупать у перекупов дорого. Кстати, самое забавное, что перекупы PlayStation, например, сейчас, конечно, задирают цены, но это совершенно не тот уровень цен, который был у них несколько месяцев назад. Ну и плюс еще не чистую на руку производители и вендоры готовы продавать майнерам видеокарты по льготным условиям. Условно говоря, ну, они готовы продавать видеокарты майнерам, потому что это гарантированный доход, а майнеры не притязательные покупатели готовы покупать карты, например, в полтора раза дороже, и без гарантии, к примеру. Рынок геймеров для NVIDIA в долгосроке важен, и они это понимают, что майнер это закончит рано или поздно видеокарты покупать, а геймеры это люди, которые стабильно приносит карты. Я общался вообще с представителями NVIDIA, они говорили, то есть я их спрашиваю, вам же этот бум вообще на руку и так далее. Он говорит, нет, это не целевая публика, мы делаем видеокарты для геймеров, плюс из-за майнеров повышается этот спрос, он неорганичный, повышается цена, и наш целевой покупатель не может приобрести нашу видеокарту. NVIDIA будет проигрывать из-за майнеров по двум причинам. Во-первых, NVIDIA придется калькурировать со своими же видеокартами, которые полетят на вторичку. Да, 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 точно. Да, и в долгосроке геймеры будут такие, типа, NVIDIA, где были наши видеокарты? То есть это ситуация, когда ты зарабатываешь много денег разом, ну а потом что? То есть потом выжженная земля. Тебе этого не хочется, поэтому. Да, я полагаю, что все-таки ситуация устаканится примерно через годик, то есть к весне 2022 года. Ну ты согласен, что сейчас вот для людей, которые хотят играть, им надо покупать просто консоль, все? Да. Ну типа консоль можно купить, консоль можно купить у перекупа, у грязного, отвратительного перекупа, превысив ценник на... 50 тысяч. Ну 50 тысяч стоит плойка, Xbox чуть даже дешевле. Да. А если взять Xbox Series S, так там вообще? Ну я бы не рекомендовал Series S брать, потому что у него есть ограничения, которые, опять же, через несколько лет могут дать себе знать. Конечно. И вы будете играть в Next Gen Title в 900p, и это не очень хорошо. Короче, кто хочет играть, покупайте консоли, все, это без выбора просто. К сожалению. Либо есть, есть одна лазейка, я так скажу, есть лазейка. Можно купить в составе сборного ПК, потому что сборный ПК это прямая поставка. Но тогда вам нужно искать людей, которые собирают ПК, и я не буду никого рекламировать, но в составе сборных ПК можно купить видеокарту по адекватной цене. Это все, что мы нашли. На этом у меня все. Я очень много вырезал, потому что мне казалось, что мы ушли как-то в тему, что немножечко нудно и так далее. Если вам это понравилось, если вы готовы к такому хронометражу или даже большему, обязательно ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях. Продолжение этой рубрики зависит исключительно от вашей отдачи. Все. С последнего выпуска ты чуть-чуть поправился. Ну, чуть-чуть. Это, мне кажется, борода меня толстит больше. Я думаю, да. Помнишь, я же тебя тогда просил побриться, вот. Мне идти бриться? Да. Тебе идти бриться. Да, может, заново тогда переиграем. Иди нахуй бриться, заебал! Сынк. Хуй, сос. Пиздец, блядь. Знаешь, как в рекламе Сникерса? Лучше? Ева! Другое дело. Я помню, в комментариях писали, капец, типа Лёха им крутит, как хочет, а на деле я придумал у себя на канале в ролике идею, чтобы Лёха мне сказал, чтобы я пошел побрился, потому что я хотел побриться. Спустя столько лет вы поняли, что это была постанова. Мы думали, я позволю Лёхе там с тобой помыкать. В то время помыкала Настюха. И сейчас. Схуяли.